Симметрия в моей сделанной очень плохо Симметрия в папку C, Program Files, Autodesk, Maya 2016, Scripts И запускаем Maya Сначала сделаем плоскость с изображением сниженки, которую будем моделировать Заходим в Create, Pre-Image Plane Разворачиваем его по оси X на 90 градусов, чтобы он был горизонтально И немного опускаем по I Минус 0,5 Теперь заходим в Attribute Editor Нажимаем на эту кнопку И находим нужную картинку Ссылка на неё находится в описании Увеличиваем Скрываем сетку Переходим в вид сверху, Top Тоже скрываем сетку Сохраняем Сохраняем Делаем проект File, SetProject Create Default Workspace И посередине делаем плоскость, из которой будем делать сверху От Attribute Editor находим вкладку Lambert 1, это вкладка материала Делаем материал частично прозрачным И меняем цвет, например на голубой Чтобы было лучше видно изображение под ним И в Channel Box делаем по длине два поликона Теперь запускаем скрипт Для этого в командной строке Вводим КК Подчёркивание Симметрии А ещё лучше выделяем это И перетаскиваем средней кнопкой мыши на полку Чтобы можно было запускать скрипт одной кнопкой Запускаем Здесь всё оставляем по умолчанию И нажимаем симметрию Теперь выделяем это ребро И экструдируем Как видите, с этой стороны тоже экструдируется И в отличие от обычной симметрии Как мы использовали в прошлых уроках Теперь, если понадобится разрезать мультикатом То это отобразится и на другой стороне Нажимаем в Penalize Вот, разрезаю с обоих сторон Нажимаем опять симметрии Удаляем это ребро Оно нам не нужно Counter Dell Чтобы удалились и вершины в этих местах И экструдируем дальше Окно скрипта можно минимизировать Чтобы оно не мешалось Channel Box тоже закроем И экструдируем дальше Дальше Это ребро можно подвинуть сюда Теперь тут Этот полигон немного переместим Теперь это ребро экструдируем Еще раз Здесь оставляем немного места Чтобы не было проблем с симметрией Потом, когда закончим экструдировать И все это делать То просто соединим тут Тут еще немного подправили Перемещаем эту вершину Опять экструдируем И так Дальше В общем, вот так вот Экструдированием ребер Делаем всю Вот эту вот чатерть Она автоматически будет Зеркалиться сюда И потом отзеркалим еще сюда Вот перемешаем Эту вершину Эту вершину Теперь здесь Теперь здесь И этим В общем, мы можем немного сдвинуть Теперь экструдируем в этом месте Перемещаем вершину Перемещаем вершину Теперь сюда Теперь экструдируем сюда И перемещаем вот эту вершину Перемещаем немного всю ребру И соединяем эти два ребра Инструментом Инструментом Меш Тулус Эпенту полигон Этот полигон Создался и с этой стороны Еще экструдируем Еще экструдируем Опять Опять Эпенту полигон У меня он вынесен сюда Но вообще Меш Тулус Эпенту полигон Здесь вот так И Выделяем эту вершину Зажимаем В И перемещаем на Высоту этой вершины Ну Еще Нет Все правильно Чтобы все эти вершины Были на одной высоте Потом же будем зеркать Еще В эту сторону Потом Здесь разрезаем Мультикатом Экструдируем Это ребро И опять Эпенту полигон Соединяем Эти Ребра Теперь экструдируем Это ребро Еще раз Это Тут немного Подправим Теперь здесь экструдируем Эти вершины Немного Подвинуть Вот так Переэкструдируем Этому Еще раз Потом Здесь все Надо разрезать Мультикатом Вот И Соединяем Эти дворы Прямо С помощью Эпенту полигона Энтер Теперь Теперь Еще Здесь Разрезаем И Здесь Переэкструдируем Это ребро И Соединяем Эти Два Вот Еще Немного Подправим И Вот Эт Вот Здесь Опять Соединяем Теперь Экструдируем Это ребро И Точно Так Так Как Эти Два Делаем Эту Часть Экструдируем И Соединяем И Точно Так Как Делали Вот Эту Часть Делаем Вот Эту Разве Что Пробела Здесь Не Надо Быть Делать Дюс 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 И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Вот так. Теперь это ребро. Вот как-нибудь так. Теперь это. Спасибо. Это вершину немного подправим. Теперь перемещаем эту вершину сюда, а эту сюда куда-нибудь. Вот. Теперь это ребро точно так же. Теперь соединяем это ребро и это. Нарезаем мультикатом. Ну вот, почти готово. Осталось только сделать вот эту вот часть. Сначала разрежем здесь мультикатом. Теперь экструдируем это ребро. Еще раз. Так. 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 Эти вершины перемещаем. с зажатым. В на высоту этих. еще раз. Так. 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 перемещаем на высоту этих. А это ребро точно так же. Эти вершины. И это. Теперь открываем опять окно этого скрипта и нажимаем Finalize. Вот. Соединяем эти вершины, выделяем их и сливаем инструментом Mesh. Ставим Distant Result 0.1. Здесь тоже. Теперь удаляем эти два ребра. Уделяем весь объект. И в окне скрипта ставим World Space. Это значит, что объект будет зеркалить не относительно своего центра, а как бы относительно своего края. И XE Plane и нажимаем Symmetry. Вот один рекорд лилась в эту сторону. Нажимаем Finalize и закрываем окно скрипта. Теперь выделяем вершины. Вот эти. И сливаем инструментом Merge. Distant Result ставим 0.1. Теперь переходим в окно перспективы. Выделяем все полигоны. И экструдируем. И выделяем всю сниженку и сглаживаем Divisions 2. Ну вот. Теперь присвоим ей более блестящий материал. Вкладка Rendering. Fonk Material. Нажимаем. Находим его в вкладку в Attribute Editor. Fonk 1. Настраиваем цвет. Какой-нибудь бледно-голубой можно. Вот. Нажимаем Select, чтобы не было видно каркаса. Теперь выделяем не снежинку, а только этот материал. Вот. Только одна вкладка. Делаем его более блестящим. Увеличиваем Clothing Power и Specular Color. И Reflectivity. Немного. И делаем его более прозрачным. Вот. Теперь выделяем эту плоскость и удаляем. Снежинка готова. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. До свидания. Спасибо.